Здравствуйте! На канале Айленд, который вы смотрите прямо сейчас, начинается программа «Эксперты». В нашу программу мы приглашаем современных, профессиональных, опытных специалистов, которые помогают нам сориентироваться в этом сложном мире, в нашей непростой жизни. Сегодня у нас студентуропат Лиза Гордовер. Здравствуйте, Лиза! И сегодня мы говорим с вами о таком понятии, как детекс. Да, совершенно верно. Давайте начнем наш разговор. Что же это такое? Детекс – это, если перевести это слово, это очищение организмов от токсинов. Есть такая китайская мудрость, которая гласит, мы вилкой и ложкой роем себе могилу. Давайте раскроем эту мысль. Мы получаем токсины, хотим мы этого и не хотим. Мы дышим воздухом, который загрязнен, мы пьем воду иногда не совсем чистую. Получаем через еду токсины, также иногда и через мебель, и через одежду, и даже через биохимию, через химию, которую мы убираем дом. То есть у нас получается, что наш организм все время атакует наши токсины. И нам всего лишь ничего, нужно все время защищаться. Вот возьмем, к примеру, например, большая часть людей, когда их спросишь, вы чувствуете себя, например, уставши, упадок сил, нет энергии, все время хочется спать. Да. И даже задать интимный вопрос, страдают ли люди запором, большая часть населения скажут «да». Это говорит о том, что наш уже организм немножко загрязнен, и нам его нужно почистить. Давайте возьмем среднестатистического человека, возьмем ему 30 лет, его распорядок дня. Вот тут он утром встал, с закрытыми глазами, погасил будильник, пошел, и первое, что он делает, это делайте очень сильный, крепкий кофе. А еще, не дай бог, курит сигарету. Да, ну это уже, может быть, с кофе. Но до этого он делает тебе кофе. Пока он там купается, чистит зубы, готовится к работе, он смотрит на время «о, а успеть я его не успею выпить». Он хватает эту чашку, если был на столе какой-нибудь круассон или какая-нибудь булочка, схватает и бежит, садится в машину. Во время пробки он уже успевает это поглотить, как говорится, получить первый заряд энергии. И если этот человек курит, то еще по дороге он может выкурить две сигареты. Довольно добежавший до работы вовремя, он говорит, о, у меня есть еще пару минут, и что он первое делает? Опять же кофе. Какой-нибудь печенькой, так, перекусить, как говорится. Во время рабочего дня у нас все в динамике, люди часто чувствуют, что вот у них хватает энергии. Что они делают? Маленькие перерывы или пойти покурить, или опять выпить кофе. А на столе у него стоит такая вот маленькая бутылочка 200 мл воды. Скажем ему спасибо, что до обеда он это успел выпить. А если не успел, пришел обед. Обед у всех в основном полчаса. Он выходит на улицу, у него выбор небольшой, есть очень вкусная шаварма, есть пицца, есть бургер. Ну, скажем, что он выбрал тот же бургер. Пошел, купил, получил газированную воду, и в подарок ему дали опять же-таки кофе с чем? С булочкой, правильно? Он это все быстренько запихнул в себя, довольный, полчаса прошло, прибежал опять на работу, и через час он что чувствует? Глазки закрываются, вдруг усталость, сил нет. Да, точно. Что делает наш молодой человек? Опять же-таки бежит на кухню, готовит себе крепкий кофе, если никто не видит, успевает еще выкарать пару сигарет, и все это в темпе ритма, как говорится. Это ужасно. Правильно? Звучит ужасно просто, это на износ. На износ. А если вечером он еще хочет посмотреть футбол с друзьями, и при этом он выпивает X количество газированного пива, скажем так, пиццы и еще прочего, то есть он ежедневно живет вот в таком вот ритме, не останавливаясь. Не удивлюсь, если этот человек придет ко мне и скажет, смотри, у меня плохо, я утром уже не могу встать, даже крепкий кофе сделать, у меня чего-то начал расти животик, и после каждой еды я чувствую себя неуютно, то есть появляется газообразование, и даже доходит до коликов. Что делать? Что делать? Я спрашиваю вас тоже, что делать? Вот. Мы начинаем просто-напросто программу очищения организма, которая подходит для всех, она проста и удобна в применении. Детокс. Детокс. Вот, она идет вот в такой вот упаковочке. Детокс. Да. Я заранее вытащила все, что в ней находится, так, чтобы показать. Первое, что у нас входит, это водичка, о которой мы уже в предыдущих программах говорили. Вкратце, самое главное нашему организму, вот возьмем этого парня, да, у него всего лишь на столе стояла бутылочка 200 мл, это то, что он выпил за день, а все остальное у него было кофе. Кофе. Кофе или еще газированные напитки. Это неправильная пропорция. Да. Смотрите, кофе, газированные напитки, соки организм воспринимает не как воду, он его воспринимает как еду. То есть, наш молодой человек просто-напросто не пьет воду. Плюс, вдобавок, у кофе есть один побочный эффект. Он мочегонный, то есть, он выводит из организма еще воду, который изначально уже нет. И наш организм просто-напросто, как в рекламе, когда не хватает воды, как пустыня высыхает. Как губка сжимается, да. Да, у нас то же самое происходит в нашем организме. То есть, для начала, чтобы помочь нашему молодому человеку, мы его должны что сделать? Напоить. Напоить водичкой, которая будет богатой органическими минералами, она будет щелочная. То есть, то, что поможет нашему организму восполнить тот запас, воды которого уже изначально нет. И для этого мы кладем в воду песок коралла. Да, вот так вот. С японских островов, о котором мы уже говорили. И вода обогащается и набирает именно тот состав, который нужен для того, чтобы она погрузилась и сделала организм здоровым. Да, именно так. Плюс, вдобавок ко всему, уже все диетологи об этом говорят, вода имеет свойство тоже очищения. Плюс люди, если те, которые хотят похудеть, могут похудеть только на воде. Только начать правильно пить воду. Это первый пункт. Второй пункт. Вернемся к нашему молодому человеку. Он у нас кушает очень много булочек, кушает, ну, в бургере было мясо, скажем так. Нужно подумать ему, как ему вот это все расставить на места. Так, чтобы еда успевала еще и перевариться у него, а не просто загрузиться и где-то там застрять. То есть мы возьмем элементарные вещи, чтобы каждый человек понимал. Мясо примерно в нашем организме переваривается где-то 10 часов. Фрукты берет где-то от получаса до часа. Овощи от полтора до двух часов. Водичка усваивается от 10 до 15 минут. Моментально практически. Практически моментально. Единственное, наш молодой человек пожаловался на то, что у него после еды неприятные ощущения. Ему нужны ребята, назовем такую бригаду строительную, которая придет и поможет разобрать эту пищу. Из этого пакетика бригада. Да. И они называются ферменты. Прекрасно. Что такое ферменты? Ферменты – это именно вот, если мы возьмем строительную бригаду, они попадают, как только мы начинаем кушать, наш мозг вырабатывает сигнал, чтобы пришли эти ребята и начали расщеплять эту пищу по разным местам нашему организму, куда что нужно. То есть организм сам выделяет это? Да. Но в вашем случае… Но со временем, вот как… Это функция снижается, да? Да, образ жизни, когда он неправильный, она спускается и спускается. То есть в нашем случае у нашего парня выработалась или половина, или вообще не выработались ферменты. То есть ему нужна помощь. И на помощь мы можем дать ферменты. Они называются ассимилятор. Они растительного происхождения. То есть они быстренько усваиваются и быстренько помогают всю эту еду расфазовать туда, куда и нужно. И третий состав нашего детокса – это лецитин. Лецитин, во-первых, самое главное подчеркнуть, что он не генномодифицированный. Он богатый фосфолипидами. То, что помогает нашему организму помочь печени очистить ее от токсинов. То есть печень – это наш фильтр, скажем так. И иногда он забивается. Безусловно. В этом случае нам поможет лецитин. Он поможет нам очистить печень от токсинов. Вдобавок лецитин очень хорош для памяти. Те, кто хотят сконцентрироваться, учатся, лецитин превосходно работает. Но сегодня не об этом. И третий, заключительный вариант, когда мы говорим… У тебя уже четвертый как-то, да? Да, четвертый. То есть уже песок коралла, лецитин. Ферменты наши, наши рабочие силы. Симпатичная баночка. И это симпатичная баночка. Помните, мы говорили о концепции здоровья? Нам нужна засвита. Да, вообще эта концепция здоровья теперь сидит у меня полностью в моем сознании. Да, защита. Вот это и есть наша засвита. Это наша армия, это наши антиоксиданты под названием микрогидрин. Он работает очень быстро, попадая в организм. Первое, что мы получаем, если его принимаем с водой, это энергию. То есть, когда наш молодой человек жалуется, говорит, я утром не могу открыть глаза, я вам скажу, нет проблем, сделай себе кружечку теплой водички, кинь туда наш волшебный песочек и две капсулы микрогидрина. Через 15-20 минут глазки открываются, энергия появляется, сразу скажу, кофе. Жизнь налаживается. Да, кофе уже не нужно. Это отлично. То есть, мы начинаем процесс восстановления и очищения. То есть, мы со всех сторон и очистим, и обратно-таки мы зачистим наши клеточки чистенькие, хорошенькие и дадим человеку результат, это энергия. Что важно отметить, что это все натурально, что это не химия. То есть, вы восстанавливаете свой организм самыми, что есть, правильными способами. Не только его защищаете, но и питаете, и, соответственно, наполняете силой. Да. И отменяется кофе. Итак, мы видим сет, который называется детокс. Да? Да. Скажите мне, как этот сет можно приобрести и как можно получить консультацию по его использованию? Потому что, в любом случае, вот просто такого объяснения может быть недостаточно. Хотелось бы задать какие-то дополнительные вопросы. Куда наши телезрители могут обратиться? Мой телефон 050-596-8787. Я с радостью отвечу на все любые вопросы. А также хочу пригласить наших телезрителей на наш канал YouTube R-Release 2002, где они найдут много полезной информации, могут оставить свои личные сообщения. Буду рада всем помочь. Спасибо. И я хочу задать вопрос следующий. Вот этот вот сет детокс, который мы видим, состоящий из четырех компонентов, на какое время он длительностью располагает? То есть, например, это нужно делать месяц, неделю, три дня? Этот сет непременно на месяц. То, что я говорила вам в предыдущих передачах, что у нас есть паки, которые разработали Академики медицинских наук. Это именно на месяц. Но детокс можно принимать длительный период, поскольку мы, опять же, живем в таком активном и немножко агрессивном мире, что нас все время атакуют токсины. Нам все время нужна защита. Мы можем постоянно его принимать и чувствовать себя превосходно. То есть, вы говорите о том, что можно заниматься, в смысле, применять детокс постоянно. Не только, например, месяц принял, потом, допустим, полгода ты свободно занимаешься, просто питаешься правильно, и потом снова детокс. Именно этот детокс можно принимать постоянно. В нашей компании есть большая и длинная линейка именно очищения организма. Есть такие, которые подходят только на… Их делают два раза в год. Есть такие, как можно принимать постоянно. Есть такие, которые можно делать даже четыре раза в год. То есть, это уже будет построено индивидуально каждому человеку, потому что у каждого человека, как у этого парня, свой особый букет. И это сделаете вы, если к вам обратиться, да? Да. То есть, вы поговорите с человеком, познакомитесь с ним, с его образом жизни, с его раскладом, с его физическими кондициями, показателями возраста, и тогда уже вы определите, как человек насыщает, как клетки свои поет, защищает, соответственно, и очищает, что очень важно. Да. Это очень нужно и важно на каждый день нам. Замечательно. Ну, я вас хочу благодарить в первую очередь, Лиза, за то, что еще одну страничку нормальной здоровой жизни вы нам привнесли в наш эфир. И, безусловно, сказать нашим телезрителям, что мы сегодня говорили о детоксе. То есть, нужно очищать наш организм для того, чтобы жить долго и счастливо. Об этом нам рассказывал натуропат Лиз Градавер. А вы, друзья мои, помните. Эксперенция эст оптима магистра. Опыт лучший учитель. Сегодня вы стали опытнее, потому что посмотрели программу «Эксперты». Скоро встретимся снова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»